Вопросы, одно замечание. Вопрос вот такой. Есть ли доказательства, и вообще, что нам позволяет считать, это отдельные болезни, а не просто чаще встречающимися, в общем-то, известными болезнями, в том числе, с полной артритами, недифференцированными, HLA-B27 ассоциированными, в том числе, или остеоартрозом, посттравматическими, что нам дает основание говорить, что только, так сказать, отдельная болезнь, а не просто частая встречаемость, других известных болезней пациентов с уязвимой средней ткани. В данном случае мы можем говорить о гипермобильном синдроме по предложенным критериям. У пациентки гипермобильный синдром, у нее жалобы на боли в суставах, на боль в спине и симптомы диспозиционной ткани, которые укладываются в диагноз. При отсутствии воспалительных маркеров заболевания, которые исключают наличие ревматического заболевания, воспалительного. Почему мы этой пациентке не можем поставить ОШЛЯ-B27 ассоциированной спондилоартрит за недифференцированную? Мы можем наблюдать за этой пациенткой, пока мы можем только верифицировать ОШЛЯ-B27 ассоциированный УВИИД и верифицировать диспозиционную ткань и недифференцированный синдром. Возможно, в дальнейшем она будет иметь и серонегативный спондилоартрит, и недифференцированную форму, и, возможно, анкилозирующий спондилоартрит. При нем чаще всего передние УВИДы встречаются. Спасибо за внимание. Здесь можно сказать, что больная все это недообследна. Да, да. Но она еще молода достаточно, и 26 лет всего, поэтому все еще впереди. Спасибо. Вопрос. Да, пожалуйста, Василий Мож. Пожалуйста, как непереносимость аллопуренола, все-таки, диагностировая, всем подряд назначают? Может, такое-то неудачное? Значит, непереносимость даже неудачный прием препарата, который не снижает дозу, величину мочевой кислоты в сыворотке крови на высокой дозе 600 мг, является уже как, расценивается как непереносимость. Во-первых. Второе. Аллергические реакции, даже там зуд в глазах у лиц пожилого возраста, это ухудшение серебровоскулярной патологии, это все. И, соответственно, драматиты. Сонливость. Сонливость я не помню. У водителя у него был очень долго, мы пытались и датировать, но это в первую очередь. А вы спросили, у него он ночью спит? Я понял, что дискуссия уже началась. Потому что при аллопуринол дает такое осложнение, как нарушение сна. И водителям аллопуринол не очень показывают. У вас получается, что у вас задержка шла на уровне... Чашечек, да. А вообще, насколько надежно это позволяет дифференцировать? Что это именно чашечки, а не, скажем, мозговое вещество, почки, где действительно можно было бы ожидать из-за популярной дисфункции, действительно можно было бы ожидать задержки. Именно благодаря этому методу исследования берется контрольная группа, она является контрольной, верхней группой чашечек, из которых смотрит именно отток. Поэтому там, собственно, и делят. На верхнюю, среднюю и нижнюю группы чашечек, из которых я показала просто на данном сайде, что контрольная и верхняя группа чашечек, в ней была выявлена наибольшая задержка оттока. То есть стопроцентно. Это полностью идет по показателям деления в комплексной равенстве антиграфии. Есть показатели, которые ответственны за верхнюю группу чашечек, за среднюю и за нижнюю группу чашечек, отдельно за лоханку. То есть у нас было выявлено нарушение оттока именно в верхней группе чашечек. То есть стопроцентная точность. Дифференцировка точная, извините. Да, дифференцировка точная. Ради из оттоков ничего не сделаешь. Да, то есть как есть. Как есть, да, как получили. Спасибо. Вопрос такой. Сколько был, какой уровень все-таки витамина Д? 30 нанограмм, меньше на миллилитру? Ваши исследования? В нашем исследовании значительный дефицит это меньше 10. Меньше 10, я понимаю. Дефицит меньше 20. Недостаточность меньше 30. Больше 30. От 30 до 60 считается таким идеальным, оптимальным уровнем. Больше 150 уже токсический. Просто там тех исследований, которые с ревматой на 3, там вообще были меньше 20, почти все. Даже в группе, так сказать, которые сравнение, да, контрольной группе. Поэтому непонятно, что они там сравнилили. Тогда если в обеих групп были дефицит витамина Д. Мы пока их не сравнивали. Мы просто собираем информацию, поскольку в России таких исследований и вообще изучение витамина Д, ни популяционных, ни по каким-то заболеваниям их не существует. Поэтому хотелось посмотреть вообще, как у нас. И было бы интересно, все-таки больные с рассеянным, с клерозом, у них у всех фактически витамина Д. С рассеянным, с клерозом тоже, но это не входило в формат доклада. Не входило, да, пока. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. У нас время еще есть большое. Да, это московское. 40% до 60 лет, остальные больше 60. Кто же сказал, как он на кончинерозау? Это в основном пациенты 60, ну где-то в среднем 60 лет, мультиморбидные. То есть с патологией? Да, да, с разной патологией. Так, ну вы можете сказать, например, рекомендации какие-то предварительные есть, например, по данным зарубежной исследований, все это надо принимать, там, вегантол, что-то еще, так сказать? Или нет? Спасибо за вопрос, да. Значит, по данным зарубежных исследований, все пытаются изучать каждую конкретную нозологию и оценивать, приводит ли коррекция гиповитаминоза Д к какому-то улучшению конкретного заболевания. Вот, например, большие исследования, ну такие серьезные, проведены по артериальной гипертензии и энтотериальной дисфункции. И там коррекция, и в том числе на моделях, в моделях пока вот много, больше исследований на животных, приводит к достоверным улучшениям энтотериальной дисфункции и влиять все-таки на гипертонию и сердце. Ну, исследуется и рассеянный склероз, и онкологическое звено, потому что около 15, грубо говоря, раков тоже найдена ассоциация с дефицитом. Реально при ракетах поможет, при других заболеваниях может дать существенный эффект. Мне кажется, что это не так. Ну, вот каждый изучает свою патологию. Спасибо. Ну, тогда я хотел бы спросить, а вот все-таки, так сказать, ациклофенак давно уже появился, ну, как бы не первый день, да? Значит, рекомендации по ациклофенаку, в принципе, они стабильно появляются и так далее. Вот те исследования, которые Вы говорите, все-таки они проводились с ациклофенаком именно за рубежом. Вот не Ваши исследования, а вот какие-то данные, которые вот... Вы знаете, я, наверное, удивлю Вас, сославшись только на одно исследование, которое известно всем. Просто чтобы мне что-то Вам ответить. Да. Это безопасность десятка НПВП в плане желудочно-кишечной безопасности. Все мы привыкли думать, что КОКС-2 селективный является эталоном этой безопасности. Так вот, ациклофенак показал лучшие результаты, чем целикоксип. Спасибо. Просто даже по желудочно-кишечной безопасности. Спасибо.